Большой десантный корабль ВМФ России «Цезарь Куников» затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ. По крайней мере, так утверждает украинский генштаб. Российские провоенные телеграм-каналы тоже признают попадание по кораблю со стороны украинских сил. Ночью где-то в районе двух часов на рейде Лубки его встретила стая дронов Камикадзе «Магура-5». Можно сказать про минимум два удара попадания дронов в корабль. Были достаточно серьёзные взрывы. Корабль фактически лёг на левый борт и утонул. Но, по всей видимости, большая часть экипажа тоже погибла. Во время ночной атаки на борту могли находиться до 87 членов экипажа. Телеграм-канал «Два майора» утверждает, что весь экипаж жив. Но телеграм-канал «Крымский ветер» публикует фото спасательной операции, где видны лодки и даже спасательное судно. На видео, выложенном в том же канале, над местом предполагаемого крушения кружит вертолёт. Официальных комментариев Черноморский флот пока не даёт. Большой десантный корабль нужен на флоте для высадки десанта на берегу. Россия рассчитывала десантировать своих военных в Одессе ещё зимой-весной 2022 года. Но сделать этого не смогла. Впрочем, от этой идеи окончательно командование, судя по всему, не отказывается. Задачу по отсеканию Украины от моря чёрного они не снимали. И в случае развития ситуации на фронтах по-другому, либо смена фокуса задач, то возможно, что они могут задействовать эти десантные корабли, оставшиеся по своему прямому назначению. То есть доставка и высадка десанта. Если судно действительно затонуло, Цезарь Куников мог стать минимум 13-м кораблём, который Россия потеряла в войне против Украины. Это пятая часть Черноморского флота. БДК «Новочеркасск», «Оленигорский горняк» и «Минск» ВСУ могли вывести их из строя. БДК «Саратов» затонул в порту Бердянска в марте 22-го. Крейсер «Москва» в апреле 22-го. Многие из этих кораблей довольно старые. Так, например, только что потопленный десантный корабль был кораблём советской эпохи. И за последние 30-40 лет произошёл большой технологический сдвиг. Сейчас большая часть этих кораблей потоплена. На самом деле, все они, я думаю, потоплены украинскими беспилотниками, которые либо скользят по поверхности воды, либо чуть-чуть уходят под поверхность. Сейчас многие из этих кораблей настроены на защиту от других кораблей или подводных лодок с помощью торпед. И поэтому на самом деле они пытаются догнать то, что было совсем недавним достижением, технологическим достижением в военно-морской войне. Именно поэтому многие из этих кораблей тонут, и России очень трудно защититься от этой новой технологии. Кроме того, Мартин добавил, что сегодня в качестве ответа России стоит ждать атаки дронов по Киеву или Одессе. Дмитрий Песков отказался комментировать удар по БДК Цезарь Куников, оставив эту возможность для Министерства обороны. Но военное ведомство тоже не спешит с заявлениями. Продолжение следует...